Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Манера пьяного вождения. Один человек получил травмы в ДТП под Вятскими полянами. Сам выпрыгнула сожительница, сгорела. В Слободском, в деревне Пестово, при пожаре погибла пенсионерка. Двухлетний мальчик провалился в яму. Да-да, он без сознания был уже кобыл. Чувствовался у него уже кобыл. Дыхания как бы не было, не мог дышать у него. Спазм выликал. Не мог вздохнуть. Сразу вор открыл, там у него земля была во рту. Землю достал. Во время прогулки в детском садике на Маклино пострадал ребенок. Один человек получил травмы в ДТП под Вятскими полянами. Там пьяный водитель «Лады» врезался в стоящий автомобиль. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 26 апреля в 21.30 в деревне Нижнее Шуни Вятскополянского района. По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель 99-й не справился с управлением. Машина врезалась в припаркованную на обочине «Ладу» «Приора». Внутри хэчбэка никого не было. От мощного удара пострадал виновник аварии. Медики оказали ему помощь. Также инспекторы установили, что водитель пьян. Теперь ему грозит административная ответственность. Поздно вечером на Комсомольской площади в Кирове столкнулись автобусы и внедорожник. По предварительным данным полиции, 53-летний водитель «Паза» наехал на попутный «Митсубиси Паджера Спорт». От удара у иномарки смяло бампер заднюю дверь. Стекло разбилось. Травмы получил 25-летний пассажир внедорожника. Госпитализация ему не потребовалась. На улице Воровского произошло еще одно ДТП с автобусом. Во время движения в салоне «Нефаза» упала на пол и получила травмы 31-летняя пассажирка. Женщине пришлось вызвать медиков. ДТП с участием автобуса произошло и в Амутнинске. По предварительным данным полиции, водитель «Паза» ехал по второстепенной дороге и надеялся быстро проскочить перекресток. Однако в него врезался водитель «Ваза-12» модели, который ехал по главной. В этом происшествии обошлось без пострадавших. Сергей Пичугин, место происшествия. 62-летняя пенсионерка стала жертвой пожара в Слободском. 26 апреля днем там загорелся двухквартирный деревянный дом. Известно, что супруг пожилой женщины успел выпрыгнуть из горящего здания. Подробности в рубрике «Сводка». Частный дом загорелся в Слободском в деревне Пестовы. Пламя уничтожило крышу, обгорели стены снаружи и изнутри. На месте пожара нашли погибшую 62-летнюю женщину. Причина ее смерти сейчас устанавливается. По словам соседей, пенсионерка была сожительницей хозяина дома. Сам он успел выпрыгнуть из горящего здания. Ориентировочный ущерб составил 200 тысяч рублей. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Двухлетний мальчик провалился в яму высотой около двух метров. ЧП произошло во время прогулки в детском саду на улице Маклина днем в пятницу 27 апреля. На место первыми выехали сотрудники Росгвардии, которые были рядом на маршруте патрулирования. Они спустились в яму с помощью веревки и достали мальчика. Пострадавшего мальчика передали врачам скорой помощи, его доставили в больницу, но позже отпустили домой. Житель Татарстана отправился на скамью подсудимых за организацию подпольного Лас-Вегаса в Советске. Три года назад он взял в аренду компьютеры под видом благотворительной работы. Затем нашел помещение, установил там аппаратуру и организовал клуб азартных игр. Подпольное казино накрыли год назад и изъяли оборудование. В итоге суд вынес мужчине приговор. Один год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу. В Кирове продолжаются поиски пропавшего 20 апреля 32-летнего Романа Швецова. Последнее место, где его зафиксировали камеры, это Старый мост в 21.08. Геолокация телефона теряется там же. Сейчас ищут женщину в синем пальто и молодого человека в синих штанах, которые могли что-то видеть. В поле зрения камер наблюдения они попали в районе Красного Химика. Если вам что-либо известно, звоните по телефону на экране. Алина Котрихова. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Катя, девушка, боевик. На улице московской девочки-хулиганки оскорбили полицейских. Поел салат, супчик, выпил бутылку пива. 0,5. Волонтерчики после пива и супчика. Волонтерчик. Волонтерчик, я понял. На улице Казанской сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя Ауди. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице московской девочки-хулиганки оскорбили полицейских. 20-летние дамы до 5 утра веселились с парнями на съемной квартире. Соседи не выдержали такого алкогольного нон-стопа и вызвали полицию. Но девочкам не понравилось, что их задерживают и снимают на телефон. Иди сюда, спокойно. Как у него было? У нас вбита. У нас вбита. Что? Вы что, убили? Да, нахуй. На улице пьяный концерт продолжился. Инспекторы поняли, что девушки готовы на все и не готовы ехать в отдел. Полицейские включили камеру мобильного телефона. Давайте втроем-то, что вы, убили? Я сейчас, я убили. Вы что, гоните? Это, ты, ты, derived regulating. Ты блин! Камера тупой тупой! Ты чем, топой нечего? Самая активная девушка-боевик Катя решила добиться своей цели и ногой выбить телефон из рук инспектора. Купи ни нахуй одну камеру. Я не знаю, ты д Part-2. Ты тупой нечего? После полицейских девочки переключились на другого оператора, местного жителя, который был в шоке от такого поведения. Трое правонарушителей доставлялись в отдел полиции. Все они привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда на них наложен денежный штраф. Кроме того, материалы направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». В итоге девушек доставили в отдел полиции по статье «Хулиганство». Также их оформили по уголовной статье за оскорбление полицейских. Михаил Вагин. Место происшествия. Выпил бутылку пива и сел за руль пьяный водитель Ауди на улице Казанской. По словам мужчины, он не видит в этом ничего страшного. Якобы после пол-литра прибор никогда не показывает сверхдопустимой нормы. Но в этот раз то ли градус был выше, то ли объем был явно больше обычного. По словам водителя Ауди Николая, он с подругой поехал от бара домой, но его остановили сотрудники Росгвардии. Молодой человек уверен, его, что называется, сдали активисты. Я понял, волонтерчик. Волонтерчики, я понял. Волонтерчики? Ну, типа того, как их называют. Ночной патруль вы видите? Ну, ночной патруль, волонтеры. Я тоже такой же, я против пьяный язык, ну, конкретно пьяный. Пока водитель доказывал инспекторам, что он не сильно пьян, пассажирка устроила ему фотосессию. Но для поста в инстаграме это вряд ли подходящий повод. Против сведения о состоянии алкогольного пьяного листа. Сто процентов. В любом случае не принято. Никаких проблем. Давай, полный дыхание, продолжительное. Еще, еще, еще. Пока прибор подсчитывал количество алкоголя, Николай спросил полицейских, какое наказание его ждет. От полутора до двух лет. 0,36. Что за пиво? Отпустили на алкогольное глине. С результатом осветительствования согласны? Скажи мне, чтобы они тесты шли. Согласен. Если верить водителю, он удивлен цифрам на алкотестере. Обычно его результат не превышает допустимые 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Да, вовсе поел салат, супчик, выпил бутылку пива 0,5. Выпивал уже неоднократно по 0,5. Даже проверяли там свои покупатели приборы. То есть все нормально. Стоило думать этого, только пивота? Да, думаю, нет. Вот я и сидел, думал до конца решать. Потом потихонечку дает, вот до дома здесь. Судя по всему, больше Николая расстроилась задержанию пассажирка авто. Так что не хотела выходить из машины, которая уже стояла на платформе эвакуатора. Давайте руку. Везти надо с ним. Девушке пришлось забрать свои вещи и ехать домой на такси одной. Водитель же не отчаивался. Взял телефон и позвал на свидание уже другую даму. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. Утренняя драка. Эй, Смотай, 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 Смотай! На улице Горького камера зафиксировала, как болельщики Спартака запинали фаната ЦСКА. Объезжал по встречной. В Яранске водитель автобуса въехал в Ауди на перекрестке. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. На улице Горького камера зафиксировала, как болельщики Спартака запинали фаната ЦСКА. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Горького между подростками произошел конфликт и драка. В итоге парня запинали на дороге. Остановить беспредел помог прохожий. Он крикнул подросткам, чтобы перестали бить. Затем с криками «Спартак, чемпион!» молодые люди убежали. В Яранске водитель автобуса въехал в Ауди на перекрестке. На улице Современной в Кирове школьник едва не выбежал под колеса машины с камерой. На перекрестке улиц Московская и Ердякова водитель 14-й не уступил дорогу владельцу регистратора. Водителю 14-й стоит напомнить, что зеленая секция направо разрешает ему проезд направо, но не дает преимущества. На улице Воровского водитель автобуса объехал затор и повернул из среднего ряда налево. На улице Ленина гонщик на внедорожнике подрезал автомобиль с регистратором. У нового моста начинающий водитель на Калини опасно перестроился. Михаил Вагин. Место происшествия. Место происшествия Киров, а также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны, и увидимся на Первом городском.